Приветствую всех друзья, с вами Женя и вы на канале Недообзор. Победитель прошлого конкурса на ваших экранах, а в этом ролике мы разыграем вот такой мини лазер. Условия в конце видео и в описании. В видеоролике 5 крутых товаров до 10 долларов вы видели лазер и вы захотели обозреть его первым. Его мы сегодня и будем коротко обозревать. Ссылка на посылку будет в описании, кому надо заходим и покупаем сами. Характеристики. Мой лазер красного цвета, мощность 5 милливатт, вес 91 грамм, длина 14 сантиметров, а диаметр 2 и 2 сантиметра. Батарейка сюда вставляется 18650, ее в комплекте не было. Еще в этом лазере меняется фокусное расстояние, покрутив головку лазера. Продавец заявляет, что он бьет аж на 5 километров, зажигает спички и им можно указывать на звезды. Ну давайте будем это все пробовать и проверять. И как бонус попробуем лопнуть шарик. А для начала давайте чуть-чуть глянем на сам лазер, то есть на его корпус. Мне пришел лазер чуть-чуть покоцанный. Наверное продавец уронил его при отправке. Но лазер работает, ничего не глючит, поэтому я не предъявлял никаких претензий. Лазер можно закрыть на ключ, чтобы им ничего случайно не засветить. Ключей в комплекте два. Ну что же, а теперь начнем проверять все, что заявил продавец. Первое. Дальнобойность на 5 километров. Реально узнать это практически невозможно. Даже с балкона девятого этажа мне не удалось проверить эту дальнобойность. Все объекты, на которые я светил, максимум на расстоянии полтора километра. Но в принципе мой глаз дальше особо и не видит, даже в очках. Так что сложно сказать, бьет ли этот лазер на 5 километров, но я думаю, что да. Второе. Лазер зажигает спички. Что нужно сделать, чтобы поджечь спичку? Нужно выкрутить головку фокусировки на максимум, направить на спичку на коротком расстоянии и через некоторое время спичка загорается. Ура, получилось! Мне удалось поджечь спичку и это круто. Но в принципе, ребят, этот лазер слабоват для зажигания спичек. Если хотите поджигать спички без проблем, то вам нужен лазер помощнее. То есть лазер на 1 ватт. Вот тогда вы будете зажигать по полной. Ссылку на мощный лазер я тоже оставлю в описании. В общем, спичку мне поджечь удалось. Третье. Указываем на звезды. Да тут указывай, не указывай, все равно нифига не видно. Луч практически не виден. На камере он, кстати, виден в разы лучше, чем просто глазом. Так что указать на пояс Ориона у вас никак не получится. Может быть, это зависит от цвета, я не знаю. Ну, в общем, со звездами в пролете. И четвертое. Давайте попробуем лопнуть шарик. Результат вы видите сами. Шарик бабахнул. Выводы такие. Если взять этот лазер вот так, скажем, просто из коробки, то этим лазером можно зажечь спички, но не так просто взял и поджег. Нет, нужно немножко потрудиться. Взорвать шарик. Это тоже непросто. Взял и взорвал. А также использовать этот лазер в качестве указки. А еще и можно поиграть с котиком, если котик смелый. Но лучше, конечно, с котиком не играть. Опасно для глаз. Да, и будьте осторожны. Не светите этим лазером в глаза. Этот лазер может их засветить, а может даже навредить вашим глазам. Но этого я проверять уж точно не буду. Такой видос сегодня. Если он тебе понравился, то не забудь поделиться им в соцсетях. Поставь лайк, подпишись, оставь коммент, и у тебя будет шанс выиграть вот такой мини-лазер. Ну, а с вами был Женя. Как всегда, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok